Привет всем интересующимся электромобилями из Поднебесной! Вы на канале Электрокар – доставка электромобилей из Китая в СНГ. И сегодня мы предлагаем вам второй выпуск о том, какие электромобили были представлены на автосалоне в Гуанчжоу. К слову, это был 20-й юбилейный автосалон в этом городе, поэтому каждый из автобрендов старался удивить своими моделями. Уверены, вам будет интересно, а мы начинаем! Японских автобрендов на этой выставке было достаточно. О том, что показала Тойота, мы рассказали в первом выпуске. Что подготовила для китайской публики Хонда, мы расскажем в следующем спецсюжете. А сейчас самое время вспомнить о другой японской автомарке. Электрический кроссовер японской марки Митсубиши стартовал на автосалоне в Чунзине еще в 2021-м. Правда, тогда это произошло только на изображениях. И вот на автосалоне в Гуанчжоу мы видим серийный электромобиль с названием AirTrack. Это продукт совместного предприятия. В этом случае Митсубиши скооперировалась с концерном GSC, поэтому не удивляйтесь, что в основе электромодели кузов и большинство узлов от китайского электромобиля GSC ION-V. А о всех технических характеристиках кроссовера ION-V, как и о модели ION-LX, электрохэтча ION-Y и седана ION-S мы рассказали в нашем первом спецсюжете об автовыставке в Гуанчжоу. Прямая ссылка на видео будет в описании. Британский, а по факту уже китайский бренд MG активно предлагает рынку Европы электрический хэтчбэк MG4EV. Эта же модель и под этой же маркой, но с названием Mulan продается в Китае. MG4 – это первая авто бренда, которая построена на новой модульной платформе MSP. Ее разработал китайский концерн SAIC, которому и принадлежит европейская марка. Новинка предлагается в трех комплектациях SE Standard Range, SE Long Range и Trophy Long Range. Базовая версия стоит 26 тысяч фунтов в Британии или 32 тысячи евро в материковой Европе. За эти деньги вы получите батарею емкостью 51 кВт-ч, которая даст возможность проехать на одном заряде 350 км. Методика подсчета WLTP. Комплектация MG4EV Long Range имеет на борту аккумулятор емкостью 64 кВт-ч. В итоге запас хода на одной зарядке 452 км. Топовая комплектация Trophy Long Range отличается от предыдущей наличием системы MG Pilot двухцветной крышей, задним спойлером, кожаным салоном, спутниковой навигацией и прочим. Все электромобили могут иметь только один мотор на задней оси, мощностью 125 кВт или 170 л.с. или же мотор на 150 кВт или 204 л.с. Максимальная скорость у всех версий ограничена электроникой на отметке 160 км в час. В будущем ожидается и полноприводная версия. Технические характеристики, как и отделка салонов у одной модели, но для разных рынков идентичны. Сейчас давайте переведем взор с кроссоверов и хэтчбеков на самый начальный класс авто – электрокары для города. Они тоже, хоть и не в большом количестве, были представлены на выставке. Одним из лучших представителей сегмента электроситикары можно назвать модель Chang'an Lumin. Он уже доступен на рынке Китая. Цена на базовую комплектацию стартует с 49 тысяч юаней или 7300 долларов. Новая электромодель построена на платформе EPA0. Это собственная разработка Chang'an. Она предназначена для компактных хэтчбеков и сити-каров. Длина авто 3,27 м. При этом колесная база 1,98 м. Салон рассчитан на четверых. Еще есть багажник объемом 104 литра. Мощность без альтернативного электромотора 30 кВт или 41 лошадиная сила. Поэтому максимальная скорость электроситикара 101 км в час. А вот емкость железо-фосфатной батареи можно выбрать. У базовой версии это 13 кВт-часов. Такой аккумулятор обеспечит 155 км согласно методике подсчета CLTC. Батарея емкостью 17,6 кВт-часа даст запас хода 210 км. Самый емкий аккумулятор на 28 кВт-часов гарантирует 300 км пробега. Нам приятно обратить ваше внимание на то, что в Беларуси вы можете прямо сейчас заказать любой серийный электромобиль от BYD, X-Pen или NIO, а также десятка других автопроизводителей из Поднебесной. И сделать это просто вы можете на сайте электрокарбай. Мы предлагаем выбор только среди проверенных моделей. Поэтому на многие из них мы уже сделали обзоры. Смотрите наши сюжеты на этом канале и выбирайте свой электромобиль из Китая. Прямая ссылка на сайт в описании к этому видео. А представляя следующего производителя, сразу скажем, что он совершенно неизвестен в наших краях. Авто под брендом Venuccio выпускает совместное предприятие Nissan и Dongfeng. Оно создано еще в 2010-м. Китайский вариант названия SP звучит как Qi Chen. На автосалоне в Гуанчжоу этот бренд заявил о своих планах на будущее с помощью двух авто. Первым была гибридная версия кроссовера V-Online DDI. Плагин построен на модульной платформе Venuccio Smart Architecture. Она разработана специально для Venuccio на базе компонентов от Альянса Рено Ниссан Митсубиши. Кроссовер получил ДВС мощностью 190 л.с., а также электродвигатель. Другие характеристики авто еще не названы, но известно, что авто будет тратить 4 литра бензина на 100 км. Внешне гибридная версия V-Online отличается от обычной топливной дизайном переднего бампера и фар. Электрический концепт Venuccio VE базируется на платформе VP. На ней будут построены все будущие электромобили марки. Технические характеристики авто не оглашаются. Кроме экстерьера будущего электрокара, оценивать пока что нечего, так как никаких других характеристик не озвучено. Гибрид от Venuccio появится в Китае в первой половине этого года. Позже пройдет презентация серийной версии электромобиля Venuccio VE. Обратим ваше внимание, что это уже второй выпуск об электромоделях, которые мы встретили на автосалоне в Гуанчжоу. Если хотите узнать об электромобилях от японской Тойоты и крупной автомобильной компании GAC, то советуем посмотреть наш первый сюжет. Прямую ссылку на него вы найдете в описании к этому видео. Концерн General Motors продает электрокроссовер Cadillac Lyric не только в США, но и в Китае. Для Поднебесной эта модель выпускается на совместном предприятии Tinchiao Cadillac. Китайский Lyric ничем не отличается от модификации, которая собирается в США. Электрокроссовер базируется на платформе Ultium. В ее основе батарея емкостью 100 кВт-ч. Она обеспечит 650 км пробега, который подсчитан по китайской методике CLTC. Один электромотор мощностью 250 кВт или 340 лошадиных сил установлен на задней оси. Но есть все же одно отличие, которое заключается в цене. В Китае электромобиль продают дороже, чем в Америке. В Поднебесной за него просят 69 тысяч долларов, а в США он стоит на 11 тысяч дешевле. На автосалоне в Гуанчжоу стартап IAT представил концепт электрического пикапа. Модель получила название IAT TrackMed. В салоне видим три ряда сидений. Кресло водителя установлено на первом, два кресла на втором и один задний диван на третьем. То есть салон электрокара рассчитан на пятерых. Базируется электропикап на платформе, которую самостоятельно разработала компания IAT. Технических характеристик у концепта пока что нет. Но представители фирмы отметили, что благодаря очень емкой батарее IAT TrackMed может проезжать на одном заряде до 1000 километров. Ну и в этом случае без уточнений 1000 километров по асфальту или по бездорожью. Кроме пикапа компания IAT показала на своем стенде автономный шаттл и платформу, которые можно использовать в коммерческих целях, например для доставки товаров. Бренд Denza создан немцами из Daimler и китайцами из BYD. Произошло это еще 10 лет назад. Несмотря на это, на рынке марка пока что отметилась только одной моделью – кроссовером премиум класса Denza X. Теперь спустя много лет на рынке появилась вторая модель – минивэн Denza D9. Он имеет 7-местный салон. На втором ряду установлены два кресла, на третьем ряду трехместный диван. Объем багажника 570 литров. Минивэн Denza D9 будет выпускаться как подзаряжаемый гибрид и как батарейный электромобиль. Снаружи они различаются оформлением передней части. Для электроверсии предусмотрены комплектации с передним или полным приводом. Пока что обещанная дальность хода на одной зарядке – 600 километров. Плагин гибридный минивэн стоит от 49 до 66 тысяч долларов, а электрический – от 57 до 68 тысяч. Приветственная спецверсия Founders Edition будет только электрической. Всего сделают 99 таких минивэнов. Цена одного экземпляра будет 97 тысяч долларов. Конечно же, на автовыставке был и стенд британского производителя Lotus, который уже долгое время принадлежит китайскому концерну. Электрокроссовер Lotus Elettre производится на новом заводе в китайском городе Ухань. Постройка промплощадки с нуля обошлась концерну Geely, которому и принадлежит марка Lotus, в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Вы можете купить одну из трех версий этого электромобиля. Все они получили полный привод и пневмоподвеску, благодаря которой дорожный просвет кроссовера в высшей точке – 194 миллиметра. Батарея для всех модификаций одна, и ее емкость – 112 киловатт-часов. Базовая версия Lotus Elettre имеет электродвигатели общей мощностью 450 киловатт или 612 лошадиных сил. Максимальная скорость – 258 километров в час, а дальность хода на одном заряде – 600 километров, заглазно циклу WLTP. Вторая версия называется Lotus Elettre S. Технически она не отличается от базовой версии. Среди особенностей только активный спойлер, доводки дверей и подобные дополнительные опции. Модификация Lotus Elettre R показывает общую мощность двух электромоторов 675 киловатт или 918 лошадиных сил. Также в авто установлены двухступенчатые редукторы вместо одноступенчатых. Время разгона до 100 километров в час – 2,95 секунды. Максимальная скорость – 265 километров в час. Дальность хода на одном заряде – 490 километров. Как вам наш спецвыпуск об электромобилях из Китая, которые мы видели на автосалоне в Гуанчжоу? Оставляйте впечатления в комментариях, а мы все обязательно прочитаем. Ваше мнение для нас очень важно. Также мы будем благодарны за лайки под этим видео. А пока до встречи в следующем новостном выпуске или в спецвыпуске или в обзоре на канале Электрокар – доставка электромобилей из Китая в СНГ.